Время новостей на телеканале Север в студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Полеты в сельские населенные пункты округа выполняются на грунтовые взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки, которые в соответствии с воздушным кодексом не классифицируются как аэродромы и вертодромы. Орлан Белохвост, которого подобрали раненым жители округа вблизи деревни Пылемец и оказали содействие в его выздоровлении уже в Дарвинском заповеднике, снова на воле в дикой природе. На период летних отпусков на Ринмаре планируется организовать субсидированный авиарейс. Жителям региона предлагают выбрать направление в Москву или Краснодар. За прошедшие сутки в Нинском автономном округе зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом. В числе заболевших – жители округа, вернувшиеся с отпуска. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нинскому автономному округу. В стационаре находятся два пациента. Один из них – возрастной пациент, которому за 80, подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторное лечение получают 6 человек. У них заболевания протекают в легкой форме. Все амбулаторные больные получают лекарственные препараты бесплатно. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоят 23 человека, контактировавших с заболевшими. Их протестируют на наличие вируса. С начала пандемии проведено более 26 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. Напоминаем, что в Нинском автономном округе действует режим повышенной готовности. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. В регионе продолжается вакцинация населения от COVID-19. Привились более 8 тысяч человек. Записаться на прививку можно через портал госуслуги, либо в своей медицинской организации. По субботам в поликлиниках Наринмара и поселка Искателей организованную вакцинацию проводят без предварительной записи. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру – 122. На период летних отпусков в Наринмаре планируется организовать субсидированный авиарейс, сообщает пресс-служба администрации Нинского автономного округа. Жителям региона предлагают выбрать направление в Москву или Краснодар. Для этого Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта проводит опрос. Опрос жителей проходит на официальной странице профильного регионального ведомства в социальной сети ВКонтакте. Предложены два направления – Наринмар-Москва-Наринмар и Наринмар-Краснодар-Наринмар. На основании результатов голосований жителей региона будет выбрано направление, на которое в период летних отпусков будут доступны билеты по субсидированным тарифам. Ориентировочный период выполнения рейса с 15 июня по 15 сентября. Предварительная стоимость билета в одну сторону с багажом по направлению Наринмар-Москва-Наринмар для взрослых составит 9900 рублей, для детей – 50% от стоимости. По направлению Наринмар-Краснодар-Наринмар для взрослых 14 990 рублей, для детей – 50% от стоимости. Увеличить численность сотрудников противопожарной службы в Бугрино и Оксино. Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы, где обсудили вопросы пожарной безопасности в сельских поселениях. Заседание состоялось в режиме видеоконференц-связи. В нем приняли участие депутаты Александр Чурсанов и Наталья Лысакова. На заседании речь шла о передаче пожарных автомобилей МЧС России в противопожарную службу Ненецкого автономного округа. По информации представителей главного регионального управления МЧС России, один пожарный автомобиль будет передан в поселок Нальминоз. Для второго автомобиля ищут помещение, соответствующее требованиям содержания техники. Также на заседании говорили об увеличении штатной численности сотрудников противопожарной службы в Бугрино и Оксино. В настоящее время в этих населенных пунктах недостаточно штатных единиц для выполнения возложенных на них полномочий. В этих поселениях по два сотрудника, а необходимо минимум три специалиста в противопожарную службу. По итогам обсуждения принято решение подготовить предложение об увеличении штатной численности и предусмотреть финансирование в этом году. Это решение планируется рассмотреть на ближайшей сессии, которая состоится в июле. В рамках рабочей группы представители Заполярного района проинформировали о том, что строительство трех боксов в сельских поселениях, в которых можно будет содержать пожарную технику, завершится к 2023 году. Что касается финансирования деятельности добровольных пожарных дружин, то, как заверили представители Управления гражданской защиты и обеспечения прожарной безопасности Нинецкого автономного округа, Средства предусмотрены в этом году в полном объеме. Подводя итоги рабочей встречи, председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Чурсанов отметил слаженность в решении вопросов по пожарной безопасности в окружных селах. Долгожданный полет свободы. Орлан Белохвост успешно прошел курс реабилитации заповедники Дарвинский и был выпущен на волю. Тему продолжит Наталья Дуркина. Напомню, Орлан Белохвост был найден вблизи деревни Пылемис в апреле прошлого года. Я приехал сюда, получается, в 12 ночи, в начале первого. В эту же ночь я в ВКонтакте информацию скинул, что такая-то ситуация. Ну и ждал, что дальше это, куда обращаться. Сегодня съездил в департамент природных ресурсов. Оставил свои контактные данные. Сказали, ждите, позвоним. Николай Канев отвез птицу в ветклинику «Четыре лапки», где Орлану был сделан рентген и необходимые процедуры. По словам ветеринаров, птица должна была находиться в закрытом помещении с хорошим питанием, пока не будут восстановлены полетные функции. Так как квартира Николая не оборудована для вхаживания раненого бойца, сотрудники департамента природных ресурсов провели переговоры с заповедником Дарвинский. Благодаря оперативной работе через пару дней Орлан Белохвост обрел новый дом. Там его окрестили именем Нарьян. У него было перебито крыло, кости перебиты. Помимо того, что вот эти кости сращивали, делали ему много уколов, доставали дробь из крыла, но смогли, в общем-то, его реабилитировать. Он был некоторое время в специальном корсете для того, чтобы не повредил себе крылья. И вот в конце концов он уже у нас заново учился летать в нашем круговом разлетном вольере. За время реабилитации Нарьян нашел себе подругу Василису. Они проходили реабилитацию в одно и то же время. Так и познакомились. Не уверена, что у них образуется пара, но вот они вместе учились летать. Недавно они покинули специально сооруженный вольер и были выпущены на природу. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Правительство Российской Федерации своим постановлением о 24 мая этого года в соответствии с Воздушным кодексом закрывает для обслуживания воздушных судов в ряд аэродромов гражданской авиации, в ряде населенных пунктов России. В этот перечень попали и сельские поселения Ненинского округа, куда только вертолетом и можно долететь. Так будем ли летать? Все ответы далее. Авиасообщение с сельскими населенными пунктами округа останется прежним. Генеральный директор объединенного авиаотряда Валерий Остапчук и депутат Государственной думы Сергей Коткин разъяснили жителям округа, в чем причина такого распоряжения. Для нашего населения я хочу успокоить. Мы как летали, так и будем летать на посадочные площадки Коткина, Индига, Шойна, Пеша и так далее. В Ненинском автономном округе осталось всего три аэродрома. Это Нейдмар, это Варанды и это Амдарма. Все требования по транспортной безопасности, которые относятся к аэродромам, там выполняются. Полеты в сельские населенные пункты НАУ выполняются на грунтовые взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки, которые в соответствии с воздушным кодексом не классифицируются как аэродромы и вертодромы. Надо отметить, что требования к взлетно-посадочным полосам тоже завышены. На сегодня правительство уже понимает, что это невыполнимо и кто-то должен за это платить. Авиакомпания может это сделать только через стоимость билета. А расходы там просто неподъемные ни для кого. Ни один бюджет субъекта не потянет их, не потянет их авиакомпания. А в итоге это все равно должен будет платить пассажирам. В реестре аэродромов и вертодромов представлены только аэродромы Наринмар, Амдерма, Варандей. Сделано это было решением территориального управления гражданской авиации, архангельского управления решения, что в принципе неправильно. В соответствии с воздушным кодексом эти решения должны приниматься не ниже уровня правительства. Поэтому было приведено в соответствии с федеральным законодательством вот эти все площадки. Аэродромы уже не существующие, они были формально приведены в площадки. Мы летали, летаем и будем летать. И никакой тут ни без угрозы, ни волнений, ничего не должно быть. В преддверии Международного дня защиты детей МВД России проводит всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». От Ниньского округа творческую работу на конкурсе представляет победитель регионального этапа. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Наши представления о мире и профессиях всегда идут из детства. Именно поэтому так важно формировать у ребёнка собственные взгляды на жизнь, начиная с юного возраста. С этой целью различные ведомства России проводят конкурсы, в которых отражаются взгляды детей на различные профессии. Конкурс ежегодно проводится в преддверии Дня защиты детей. Ребятам необходимо было создать образ полицейского, как они представляют сотрудника полиции. Это мог быть сотрудник ДПС, сотрудник кинолог с собакой, которые у нас имеются такие работы. И также конкурс направлен на имидж сотрудника полиции. Отборочный этап конкурса в регионе уже прошёл. И по его результатам победителем в Ниньском округе стал Павел Семак. Он занимается лепкой в студии «Фантазия» с трёхлетнего возраста. И, как признаётся мальчик, ему это нравится даже больше, чем гулять. Его преподавательница помогает детям увидеть прекрасное в обычных вещах, обучая ребят отражать традиции Ниньского округа в их поделках. Во-первых, мы очень давно не участвовали. И у меня сейчас детки, можно сказать, созрели. Потому что для того, чтобы сделать людей, нужно знать много. Нужно знать пропорции, фигуры, как поставить ручку, положение тела и так далее. Для этого нужно немножко подучиться. Валентина Якуш предложила идею для поделки. А Паша уже превратил её в жизнь. По словам мальчика, с работой были сложности. Солёное тесто поначалу не поддавалось лепке и разваливалось. Но преодолев эти трудности, у него получилась работа, которую признали лучшей в Ниньском округе. Поделка у меня получилась не сразу. Сначала я не мог додуматься, что мне вообще сделать. Как мне вообще его сделать. По-моему, это вообще было невозможно. Но всё-таки я хоть как-то додумался это сделать и это сделал. Поддержать Пашу на всероссийском этапе и проголосовать за его работу можно на сайте, который вы видите на своём экране. Для того, чтобы ваш голос зачли, нужно авторизоваться через любую соцсеть и нажать кнопку «Проголосовать». Сделать это необходимо до 1 июня 2021 года. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В зале единоборств Наринмара прошёл танцевальный поединок. На ринг поднялись хип-хоп танцоры Ниньского округа. О том, почему они оказались в столь необычном месте, в сюжете Елизаветы Кабановой. Это зажигательное выступление дало начало для танцевальных боёв, по которым скучали не только танцоры, но и зрители. 20 участников выходили на ринг один на один. И создавалось ощущение настоящей борьбы. Мы долго ждали, когда разрешат присутствовать зрителям на мероприятиях. И подбирали дату таким образом, чтобы и количество участников было оптимальным. Никто не уехал на лето в отпуск, поэтому как раз перед закрытием сезона мы решили провести мероприятие. Самыми первыми на батл вышли начинающие хип-хоп танцоры. Для многих участие в подобных мероприятиях было впервые. Подготовить хореографию невозможно. Заранее песни участникам были неизвестны. Это вызывало волнение и адреналин. Но главное – чувствовать ритм телом. А дальше оно всё сделает за тебя. Я просто слушала музыку. Я понимала, что надо какие-то плавные движения делать. В основном я не знаю. Все как-то по-рэперски танцевали. Я как-то плавная. После малышей на ринг поднялись ребята, которых не пугает слово «батл» и которые чувствуют себя в этой атмосфере достаточно уверенно. Жюри батлов после 30-секундных импровизаций от участников выбирали понравившегося танцора. Поддержка зрителей давала ребятам прилив энергии. Даже несмотря на борьбу, на ринге всё равно царила дружественная атмосфера. Каждый танцевал так, как чувствует. Сам батл его нельзя научить. Это импровизация человека. И каждый человек танцует по-разному. И ему дают, получается, настрой, направление куда-то, как нам сделал преподаватель наш. И дальше уже человек сам в этом развивается. По-своему его переделывает, свои фишки вставляет. И получается уже импровизация полная. После была номинация «All Styles», в которой ребята должны были продемонстрировать разные стили. Например, вакинг или локинг. В этой номинации победу одержала Александра Гусарова. Многие ребята выезжают не только на всероссийские, но и на международные соревнования. А такие баттлы в родном регионе позволяют не забывать эту атмосферу и улучшать свои навыки. В преддверии Международного дня защиты детей полицейские Нинецкого округа провели обзорную экскурсию для воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом». На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. В местном отделении ОМВД Нинецкого округа состоялась экскурсия, в начале которой сотрудники полиции продемонстрировали служебный автотранспорт ребятам. Воспитанники Центра «Наш дом» с любопытством рассматривали автомобили и активно задавали вопросы. Следующей экскурсионной станцией для ребят стал зал для брифинга, где прошла лекция о том, как важно соблюдать законы Российской Федерации. Сужой обратно нельзя, что есть такое право собственности у каждого человека и в принципе нарушать. Также сотрудники полиции рассказали о вреде алкоголя, табачных изделий и наркотических веществ. Если Вам предлагают незнакомые люди это попробовать, либо Ваши сверстники, всегда отказывайтесь. После лекции детям предоставили возможность проверить меткость на тренажёре «Стрелковый тир» и поближе познакомиться с оружейным арсеналом сотрудников полиции. В компьютерные игры, да, какие-то, если играете, вот это называется, я тебе покажу, снайперская винтовка Драгунова. Про разные технические характеристики рассказывать Вам смысла не буду, просто расскажу, для чего она используется. Эта винтовка используется для уничтожения противника на дальних расстояниях. Дальность у неё до 1200 метров. Вот. В магазин у неё 10 патронов, можно и 20 сюда, да, то есть стрелять. Здесь есть прицел, потом каждый может посмотреть в этот прицел. Прицел называется ПСУ-1. У ребят презентация стрелкового оружия и тренажёр вызвали большой интерес. Мне запомнилось стрелять из пистолета, смотреть оружие. Экскурсия была проведена с учётом интересов подрастающего поколения, чтобы показать престиж работы полицейских. Ну, во-первых, потому что у нас очень много мальчиков, я думаю, каждому мальчику интересные машины, и солдаты, и милиции, погоны, оружие. Без этого никуда. Мы должны воспитывать будущих защитников. Они должны во всём разбираться, всё знать. А самое главное, что они у нас подрастают, и год-два они начнут сами ездить в школу, чтобы знали правила движения, знакомы были со всей техникой и с профессией садурии. К сожалению, в период пандемии подобных мероприятий не проводилось. И это первое после послабления ограничений. Мы действительно считаем, что всё это пойдёт на пользу, потому что, во-первых, дети будут видеть, как работают сотрудники полиции. Кто-то из них в дальнейшем, возможно, придёт на службу к нам. Ну и в целом, я думаю, что такие мероприятия мы будем продолжать проводить. Ближайшие мероприятия мы приглашаем всех. Экскурсия мы проведём 3 июля, в день ГИБДД, Государственной автомобильной инспекции, в их профессиональный праздник. Площадку мы чуть позже определим. Также всё это сообщим для наших граждан. Приглашаем всех принять участие. Будет также всё для детей. Будет большая программа. Экскурсия ребятам понравилась. Мероприятие завершилось в неформальной обстановке с разговорами за чашечкой чая с пирогами. Василий Хатанзейский, Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...